Здравия, с вами Фреймезер и это штука, брэнс, смотрите там молнии шугаются, брэнс, а слушайте, знаете, что я вспомнил, я же раньше любил говорить, что типа в прошлой серии что-то было, вы знаете, в прошлой серии мы только начали, там это, да, я крутой принц, наверное, принц, я точно не знаю, потому что она принцесса, я знаю, а я принц или не принц, я не понимаю, кстати говоря, я же, знаете, что я могу, я же, наверное, пойду сюда, да, а вот это место могу сдать, Смотрите, это же реально карта, это же не просто так, это же реально карта, и она мне может показать, куда идти, это как ясновидение, или не ясновидение, я не понял, по-моему, ясновидение, да, или какая-то такая фигня в Скайриме, да, Вернее, довольно много в разных играх, ну, довольно много в разных играх разной такой фигни, которая показывает, куда идти, но здесь это довольно важно, потому что это запутанный мир О, господи, шо с ней? Жуткая хрей, на самом деле Ну, понятно, понятно, то есть в конце была тьма, это Ахримана, тёмные, это тёмные, и тьма, и тёмные Ну, это нормально, то есть нам только что показать, как раз четыре непонятных существа, которые есть, четыре босса, о которых я говорил, ой-ё Это, конечно, вот, на самом деле немного жутко, с одной стороны выглядит, ой, особенно вот эти вот, жалко, жалко я мышкой показать не могу Вот видите, например, над головой принца какая-то странная фигня, похожая, ну, на дырку, она, конечно, жуткая, то есть здесь, ну, это, конечно, немножко похоже на воронки тоже, но Мне всё время здесь кажется не только воронки, а как будто бы, не знаю, как будто какая-то дрянь ещё, типа, глаз там или что-то в этом духе Глаз ещё в самом нормальном случае, а то ещё и похуже, вот А ещё, а ещё, вы знаете, вот, 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 мы же встретили эту принцу, принцу-сульку, вот, и она же, это, она же говорит, что, типа, ну, ты это, ты, ты, ты не просто так, а там, это, что я несу Ну, после того, что она убегала, она убегала в храм, потому что она боялась, что Ахримана освободится, он действительно освободился, потому что его освободил её отец Ахм, а судя из этого глюка, её отец Ахримана ещё о чём-то просил, вот, ну, я, конечно, вам не буду говорить, о чём он просил, так, я же могу длинный прыжок делать, да? Вот, я не знаю, вы заметили или нет, потому что этого не было, это, ну, это было, типа, обучение мы проходили, там, в обучении было бы написано, но я всё вырубил, потому что мне задолбали вечные подсказки какие-то некрасивые, это как-то, ну, не круто, когда ты бегаешь, а у тебя постоянно подсказки под этим самым Кстати, ещё мне очень нравится в этой игре, что здесь нет интерфейса, ну, вернее, он есть, конечно же Что это было? Сон? Она не отвечает Кстати, я умею с ней разговаривать, я уже забыл, я вам потом вообще покажу Так вот, здесь, конечно же, есть интерфейс, но вы видите, например, во время боя, в основном, то есть у него нет здоровья, просто экран меркнет Ну, это, конечно, часто сделано, но здесь это хорошо, потому что у него нет ничего, вы поймите меня правильно, у него ничего нет за грошом, за душой, ни сил никаких, ничего, и нам ничего не нужно показывать на экране, поэтому И действительно, это вот полная противоположность Ассасину, Ассасин всегда захламлён интерфейсом, иди туда, иди сюда, а здесь ничего нет Здесь даже, если хочешь понять, куда идти, это она тебе показывает, куда идти, вот так вот, типа магией На специальную кнопку нажать А это самое, а интерфейс нихрена не показывает, это мне очень нравится, я не люблю интерфейсы С ними, конечно, удобно, но я их, по большому счёту, не люблю, они отчасти красивые, тоже согласен То есть я не мог бы выглядеть хорошо и нехорошо, но мне очень нравится, когда вот так вот всё засунуто в игру, это тоже бывает такой, интерфейс засунутый в игру А тут особенно круто, когда даже ничего не засунут, потому что ничего не нужно, потому что механика такая простая, что тебе не нужно ничего Это мне очень нравится, и поэтому, когда это выключены, это самое, ещё и подсказки Это вообще красиво, это почти что фильм, это вообще-все просто круто Вот, а ещё вы наверняка знаете, что в этой игре нельзя умереть вообще Вы ещё не видели в бою и всякое такое, но вот почему ещё эту игру ругают, считают, что она жутко казуальна Например, потому что здесь нельзя умереть Но, кстати, я не считаю, что она жутко казуальна, серьёзно Абсолютно, я вроде как не люблю лёгкие игры, но, блин, вот эта вот, эта вещь, она абсолютно полна Я ещё так понимаю, что перезапуск Принца в каком-то смысле провалился, потому что после него засунули четвёртую часть той серии Принца Это уже был тоже бред Но я, честно говоря, если бы эта серия не провалилась и продолжилась бы, например, было бы что-нибудь из этой серии, а не, например, Ассина Я бы, например, порадовался Ну, естественно, шрифт хороший, а не шрифт плохой Да, реально, говорю, нельзя умереть, смотрите Она меня спасёт всегда, реально, не шучу Она спасает от того, от падения Она спасает от смерти в бою Она спасает вообще от всего Кстати, вот эта дрянь, конечно, меня пытается убить Мне это напоминает Out of this world или Another World Очень старая игра, правда, вроде как ей делали ремейк, а может, нет, я забыл Поэтому, может быть, вы о ней слышали Реально очень классная игра, и там действительно была какая-то подобная дрянь Я, кстати, не проходил эту самую классную игру Нет, кстати, она меня не ест, смотрите А, интересно Я думал, я не смогу туда залезть А, она меня сталкивает Ха, интересно Но вообще, она меня периодически ест, если я совсем уж хреново в неё зайду Например, если она на полу лежит, по-моему, она всё-таки съедает А, видимо, на стенах нет, только отталкивает Кстати, надо же было время Да, я в прошлый раз всё говорил, что я время не засёк, и что-то это самое, что-то не то Ну, смотрю, короче, сколько записался Записался полчаса Я думаю, ох, ё-моё Всё говорю, всё много-много, а сам полчаса записал Ужас Кстати говоря, вот вы, наверное, видите, что он ещё и за кольцом берётся Ну, я, в принципе, подсказки именно в обучении мог бы оставить, но не знаю, что-то вот выключил, выключил, хрен с ними Но суть в том, что, сразу говорю, вот, если вы, например, увидите, что вам покажется, что деймплей действительно жутко простой Он отчасти действительно простой, наверное, в смысле именно попрыгушек по стенам Но поверьте мне, я довольно много кнопок периодически нажимаю, разных, причём в правильные моменты Чтобы принц вообще нормально бежал Например, чтобы схватиться за это кольцо, нужно тоже нажать отдельную кнопку Не, ну я понимаю, что это отстой, что это не супер-мега-клёвый там интерфейс Этого интерфейса я несу Геймплей и всякое такое Но просто, блин Просто реально, чтобы здесь всё работало, нужно обязательно не забыть в правильный момент что-то нажать В каком-то смысле это, на самом деле, чуть ли не механика интерактивного фильма И бред в том, что эта игра, которая да очень даже контрольная В каком-то смысле стала интерактивным фильмом Потому что при своей огромной контрольности, извините, если вы слышали, как у меня там за окном Стартанул это самый, как его, мотоцикл Так что получилось, что я решил приоткрыть окно, а это довольно громкое моё окно Так вот, несмотря на то, что это очень контрольная игра Смотрите, какие развалины интересные Вот Где, кстати, какая-то дура Эй! Она умерла, всё нормально Так вот Несмотря на огромнейший контроль Тем не менее Поскольку очень часто здесь геймплей заключается в путешествии по миру В путешествии такое, знаете Которое именно что-то нажимаешь и путешествуешь Путешествуешь Так вот, очень часто геймплей сводится к тому, что ты просто очень радуешься находиться в этом мире Вот И смотришь на то, как именно он прыгает туда, как именно он прыгает сюда С одной стороны он прыгает, и это красиво, а с другой стороны Мы сходим с тобой Если тёмные вернулись, охотник уже здесь Ты где? Охотник? Не охотник, вернее, а Мара, или как тебя там зовут? Такое исчезло Реальность, не шучу О, господи, она где-то там? Серьёзно? Это, это крутой глюк О, господи, она где-то вообще чёрт знает где Ё-моё Это, это, это абсолютно жесть А так, для Коши она даже мне не может показать, куда идти Потому что я дальше, чем может зайти её светлячок Ё-моё Так, ну у меня есть продылия, а что если я... Эээ, не получилось А если вот так? Давай! Во! Я её сгенерировал, вы видели это? Так, а ну теперь спустись сюда Давай Я попробую с ней поговорить, давайте Нет, не говорится А, не на ту кнопку нажал То, что мы видели, вся эта тьма Это Ахриман Но если мы видели Ахримана в видениях, не он ли их создал? Нет, не он Это сила Армузда Храм старается сам защитить себя У меня такое чувство, что мы не одни На плодородной земле мы будем в безопасности Ты видишь охотника? Нет времени думать о нём Надо взобраться на башню Как же я влип в это дело? И во что я влип? Ну, похоже, это пока что все диалоги, которые здесь происходят Но охотник это, видимо, один из этих самых боссов, о которых я вам говорил А, чёрт вери, сейчас, знаете, такой за ветер такой расстроился на самом деле Сейчас попил довольно много чая Сейчас на них всё клёво, всё здорово Смотрю, а мне что-то огромная аллергия меня посетила Очень сильная Может быть, даже на чай Я слышал, что на чёрный чай может быть аллергия У меня периодически довольно сильная аллергия выступает Ха, чёрт повери Ой, ну ладно Скоро будет лето Думаю, мы с Вероникой, короче, пойдём Это самое Ой Окей, конечно же, пойдём наверх Так вот Пойдём это самое С Вероникой, наверное, по врачам Летом Я очень надеюсь И я тогда, наверное, про аллергию тоже скажу Что она меня, типа, донимает периодически А Блин Давно уже мне говорили, что надо походить на какие-то уколы по этому поводу Но я всё не шёл и не шёл, потому что один раз меня на работе не отпустили на это дело И я потом уже больше не пытался отпроситься Потому что мне такие сказали А, ну ты там, мы тебе больничный не дадим Поэтому там сам как-нибудь договорись, скажи, чтобы тебя подменили А мне нужно было ходить там что-то неделю Ну ё-моё В общем, так дело этим и кончилось Ну просто меня всё никто не подменил О, я ж могу ещё и пой... О, ха-ха-ха Это меня радует, что она, оказывается, на мне ещё и сидит Я тут ползу по каким-то этим самым, как это называется, виноградным лазаньям Ай Ладно, слезаем, слезаем Всё, слезай, говорю Она, конечно, дьявольски ловкая в этом смысле Вот эта механика мне тоже очень нравится, кстати Если вы знаете старых принципов Во-первых, кстати, вообще, только зацените то, до какой степени она очень интересно за мной ходит Вообще, в все числе, обращайте внимание на то, как именно проработана Знаете, как она там держится, там держится, сям держится И как они вообще перемещаются с места на место, это одно, да Но ещё я хотел сказать, что очень удобная всё-таки здесь проработанная механика принца Вот не старая какая-то, как в Фисках времени А именно какая-то интересная, хорошая, новая Очень удобная Потому что, вот, например, опять же, вот он прыгает на эту палку Это же было и раньше Но теперь он ещё и автоматически сам переворачивается на противоположную сторону Это очень удобно, потому что чаще всего от противоположной стороны надо было оттолкнуться Вот, а теперь, по крайней мере, это как-то, ну, не знаю, более-менее автоматизировано Но, опять же, не по-плохому, а как-то по-приятному Вот вы, понимаете, вот есть же облегчение одно, а есть другое Некоторое облегчение всё-таки, я считаю, их не таким уж злом, как они могли бы быть Вообще Да, давайте Эй! Чёрт повери Да, здесь я назад время с одной стороны не могу отмотать Вы знаете же, как было в «Песках времени»? Там у него был, короче, кинжал Вы, наверное, вообще смотрели фильм, да? Вот Я, на самом деле, тоже смотрел фильм «Принц Персии» Примерно в том, что я его не помню ни хрена Реально Я его смотрел, по-моему, даже пару раз Но я почти ничего не помню Сынди, он, кстати, умеет даже до этой фигни добраться Вот какой крутой По-моему, даже Кретус не так хорошо ходит Да, я, кстати, Кратоса Кретусом называю Ну, потому что его по-английски называют «Крейтоус» Вот я и думаю Ну, да он Кретус А не Кратос никакой Опять же, если кто не знает Это главный герой игры «Бог войны» А «Бог войны» по мне, так, это что-то вроде сплава Вот, собственно, «Принца Персии» Знаете, с чем? С «Девил Мэй Край» что-то в этом духе, да? Я думаю, как-то так «Девил Мэй Край», кстати, тоже очень уважаю Очень много раз проходил, по-моему, третью часть Первую не смог пройти, кстати Мне сложно очень было Я на нее забил в конечном итоге А вторую, кстати, никогда не играл Четвертую проходил И хочу попробовать поиграть в перезапуск Меня, конечно, тоже убило, как там выглядит Данте В этом перезапуске Но я считаю, что, может быть, игра хорошая Я слышал, например, от «Тутл Бискета» Тоже такой обзорчик, знаете ли Довольно известный в англоязычном интернете Так вот, ему понравился DMC Черт не знает, может, он и мне тоже понравится Вот, ну вот, собственно, «Охотник» Один из боссов, о котором я вам говорил Они встречаются на каждом уровне в конце Уровень с собой представляет Кучу атробатических трюков Плюс немножечко боя И потом бой с боссом в конце Они обычно легкие, эти бои с боссом Но потом все сложнее и сложнее Вот А потом в конце Каждого как бы пути Там с этим боссом Последняя схватка Все будет в порядке Надеюсь Странная озвучка, причем он что-то же еще сказал Но я не успел прочитать Так 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 А, черт, я немножечко, блин, криво сделал Немножечко Периодически не успеваю А-а-а Так 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 А, черт, не нажал Так, ладно, я тебя добью Охотничек Так Я тебя добью, я сказал Да, ё-моё Так Сейчас я нажму Эй Нажал Фу, черт Хорошо Вы знаете Хочу вам рассказать Что было бы, если бы он меня побил Сейчас вот что-то такое Последнее То есть последний удар Да, то есть он меня кучу раз убил У меня уже типа кончилось здоровье И он такой А-а-а, я тебя добью Короче, можно, да, вот Успеть нажать правильную кнопку И тогда он тебя все-таки не добивает И у него остаются те жизни А если он тебя типа собирается добить И типа у него все происходит То тебя, конечно же Элика спасает в конечный момент Но Босс Или любой другой парень С которым дерешься Он восстанавливает Или часть своей жизни Или все свои жизни Вот, собственно, в чем суть Может, даже сейчас он восстанавливал жизнь Я что-то не проследил Да блокирую, блокирую Я пытаюсь отблокировать Прямо вот чтобы Отразить его Атаку Эээ, немного не то, что я хотел Извините, что молчу Просто я пытаюсь сделать красивую штучку Которую мне нравится делать И вот так Отлично Блин, не получилось Так и должно быть Ну и добьем его Что теперь? Пока не знаю Ты не? О, почему мне еще кажется, что это именно Типа интерактивный фильм Вот сейчас, например Ой Секундочку, я сейчас отойду Так вот Почему я еще говорю, что это интерактивный фильм? Она же ничего делать не будет Пока я не буду нажимать кнопку Еще несколько раз Вообще Это меня в каком-то смысле, я думаю, братьев напоминает Потому что, с одной стороны, очень классный сюжет А с другой стороны Он сильно в механику уперт И то, что все надо нажать Мы определенно делаем успех Мы определенно делаем успех Да он офигел Ого Что это было? Как ты? Эй Я в порядке Ничего Похоже Плодородная земля очищена А Хриман не сможет ее использовать Так он пленен? Нет Нужно Исцелить остальные плодородные земли Да, как раз в твоем состоянии Семя света Отведи меня к семени света Вообще Меня немножечко поражает Что все время себя плохо чувствуют еще Плюс ко всему К ее великим силам И что эти силы истощают почему-то Спасибо Они тебе нужны? Я почувствовала, что да Я не знала сначала, что с ними делать Но была уверена, что Армуст меня направит Да? Будем надеяться, у него светлые идеи И соберем еще эти светлые штуки Светлые штуки? Вторая часть геймплея этой игры Ну, вы уже видели геймплей этой игры Заключающейся в том, что мы должны очистить уровень Как бы пройдя его В смысле прыжков всякого такого Дойти до босса, его убить Типа мы прошли уровень, да? Ну да, мы в каком-то смысле прошли уровень Но фишка в том, что у нас семена света Один из шестидесяти А только когда мы наберем шестьдесят Мы сможем взять одну из вот этих вот способностей А они нам необходимы Для прохождения остальных уровней Ну, кстати, они еще очень классные Мне они все очень нравятся Еще мне очень нравится, что они здесь Их, собственно, добавили Эти собственные способности Вот И Суть в том, что Походу, это самое Чтобы Пройти это самое Черт, опять сформулировать мысль не могу Да Чтобы вообще Хоть как-то здесь что-то пройти Необходимо Еще и на этих уровнях После того, как они зачищены И стали вот такими красивыми, прикольными Еще очень много погулять И Пособирать этих штук Что мне Не буду скрывать Тоже даже нравится Вот Даже просто потому, что Вроде как Обычно люди были бы, наверное, все-таки против Таких Подозрительных идей Но я как-то за Ну, не знаю Вот, ну, вот за я И все тут Так же получилось Так, проблема, правда, что Заключается в том, что Я не очень понимаю, как мне взять Что-то в фигню А-а-а А, все нормально, взял, кстати Отлично Так, и все, походу, спускаемся Да Ну, это, наверное, правда, к сожалению Самое такое Самое Не самая веселая часть геймплея, короче Хотя Кое-что веселое могу вам показать Например, я же говорил, что здесь очень интересно Сделано, как они именно вдвоем ходят Вот такой Бдыщ 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 Прошу прощения, принцесса Вот, мне очень нравится Спасни бы за помощь Да, пожалуйста, боже мой За какую нафиг помощь Да, и вот она еще на нем там сидит Всякое такое В общем Мне, конечно же, разумеется, очень нравится Как сделано именно то, что они типа вдвоем ходят Более того, что вдвоем ходят Я очень часто именно ею управляю То есть она прямо Часть моего путешествия Ну, прям Прямо стопроцентная часть Вот это вот Особо Лавия Она же, Вероника, говорила Что Ей очень понравилось Что В отличие от Песков Времени Здесь вот Девушка Тоже есть Там же тоже была Эта вот самая фара Которую здесь упоминали Но больше в шутку Потому что В итоге В итоге здесь это осел Как черт мой осел Конечно жесть Бедная фара Ну, проблем в том, что Здесь это, наверное, на самом деле осел Потому что это на самом деле Не тот принца А это скорее Такой принц В куче отсылок на того принца Вот В лучшем случае А так А в кучем Еще и без этих самых отсылок Что-то меня уже несет куда-то не туда Парни, вы никогда не сдаетесь Опа Мы же здесь Типа все очистили А здесь есть этот мужик Это очень странно, кстати И смотрите, смотрите У него, кстати У этого принца дурацкого Есть Атака Подобная той Которая была Раньше у того принца Что Типа Прыгнуть врагу на голову Много штук осталось Типа Прыгнуть Врагу на голову Ударить его там Мечом Как-то вот два раза, да Здесь это все сохранилось Даже Вот это очень интересно И это Это еще изменили Как-то поинтереснее В общем Это все Занимательно Ладно Поскольку мы с вами Медитативно Собираемся собирать Где огромное количество Семян света Я думаю Что это время истории Это на самом деле Очень прикольно Что В этой игре Так меняется геймплей Я об этом никогда в жизни не думал Но теперь я думаю Что Вот эта вот Смена геймплея Вот Причем Причем очень четкая Такая Ай-яй-яй-яй Не сообразил Не успел К сожалению Хм Меня еще бы Как-нибудь туда добраться Или хотя бы Внизу Там побывать Под нами что-то есть ведь, да? Да! Видите, меня даже не испугал этот самый, вернее, меня, конечно, испугало то, что всё стало чёрным-белым, но, к счастью, игра ошиблась, и всё было не настолько плохо. Да, вот, вот здесь ещё много игр. Так вот, меня, на самом деле, знаете, я сейчас никогда об этом не задумывался, но это же очень круто, что игра так очень резкая меняет геймплей, что вот у неё есть именно вот два типа геймплея, это довольно разные. Обязательно нужно делать оба, и обязательно подряд. Ммм, так. Там мне что-то надо, но не очень много. Или я там был? Хм. Ладно, я что-то запутался. Пойдём лучше обратно. Эмм, так. А здесь у нас что? Да через плечо, блин. Ха. А потому что, так вот, потому что экшен можно комментировать по-экшенски. Здесь можно устроить такой стори-тайм. Типа, а сегодня фрейчик сидел и думал о бытии, а раньше фрейчик сидел и думал о шмытии, типа того. Кстати, забавный, кстати, фрейчик. Ха. А может быть так назваться? Меня, наверное, все уроют. Ха-ха. И лая, и вероятника в первую очередь. Блин. Ну ладно. Блин, все эти глупости. Так уж повелось. Ой, я, по-моему, слышал какую-то стрёмную собаку за окном, она меня напугала. Ладно, ладно, ладно. Ты тяжелее, чем кажешь ты. Он издевается над ней. Он издевается над ней, серьезно. Другого объяснения у меня просто физически нету. Да, ну, конечно, очень многие люди могут, во-первых, ругаться на этот геймплей собирательства. Ну, потому что, ну, как бы, ну, собирательство, ну, нехорошо же, да. Типа, настоящие люди, такой фигней не страдают. Настоящие люди, нет. Я имел в виду не настоящие люди, а настоящие... Блин, я застрял, кстати. Это, конечно, немножко неприятно. Так вот, такой фигней не страдает. Ну, блин, суть в том, что нет, суть в том, что это даже не ощущается, как чрезмерное продление геймплея. Вот когда вам нужно по одним и тем же местам ходить, чтобы куда-то дойти, вот это продление геймплея. Или когда вам нужно снова и снова перепройти какие-то места, типа именно прыгательные. Это, конечно, не продление геймплея, в прямом смысле слова, но тоже что-то такое... Левенькое. Смогу ли я туда добраться наверх? Думаю, нет, к сожалению. Обычно это что-то вроде думаю да, но... Сейчас это действительно скорее думаю нет. Так, этот взяли, отлично. Вот, по поводу вообще серии игр Принц Персия. Но... Я на самом деле все-таки знаком с самой первой частью, которая прям реально черт знает какого года. Я уж не помню, в 80-х она что ли, или в районе 90-х. Суть в том, что та версия, которая была на ДОСе, которая была на этом самом, на... Так, давайте-ка я направлю Принца в правильное русло, а именно вот сюда. Мы здесь не то, чтобы все собрали, но, по крайней мере, мы здесь собрали много. Я думаю, этого должно хватить. А, нам в ту сторону. Ну вот. Тот Принц, собственно, который был на ДОСе, который был на Дэнди, он, может быть, даже был на Сеге, но я сильно сомневаюсь. Я думаю, что он был, скорее всего, на Супер Нинтендо, в первую очередь. Вот. Жалко, правда, что у меня что-то с голосом сейчас. Я его немножечко теряю. Так. Здесь есть это. А если здесь хоть что-нибудь еще? Нет! Проклятие. Окей. В таком случае спускаемся и, наверное, идем вот как-то так. Я же здесь уже был даже, да? Угу. Так что я знавал того старинного принца. Он у меня был, кстати говоря, на ДОСе. Очень многие игры, с которыми люди знакомились через какие-то приставки, типа, не знаю, там, Аладдин Сеговский, там, не знаю, Червяк Джим какой-нибудь. Хотя еще Червяка Джима не помню. Уж наверняка. В общем, какие-нибудь разные всякие игры. Я с ними... А, ну и Лост Викингс, например. И еще Блэк Блэк Трон. Видите, видите? По-моему, эта игра называется Блэк Трон. Очень, кстати, хорошая игра. Мне очень нравится. Это, по-моему, две игры, которые делали Близзард. Близзард, то есть... То есть именно Лост Викингс, Лост Вайкингс и Блэк Блэк Трон. Блин, очень-очень-очень клевые вещи. Очень их люблю. Так, вот, дойдем. Угу, понял. На самом деле, круто. Я уже собрал, наверное... Ай-яй-яй-яй, фуу. Чуть-чуть не свалился. Да, я собрал половину того, что мне нужно для повышения уровня, грубо говоря. Хм, это круто. Так, это я, пожалуй, тоже хочу собрать. Эй! Вот. И упал. Ну, я, конечно, мог, наверное, не упасть, но... Мне было лень думать, как. Так, зовут половину, что говорил. Но помню, что говорил... Чего-чего, лучше? Ну да, лучше, лучше. Помню, что говорил про принца. Да, знаю ее, в общем, давно. Так. А, ну и да, и этих тоже. И очень многие игры я тоже знаю через DOS. Ну, конечно, я играл в них во многом не столько через сам DOS, сколько через Windows 95 или Windows 98, когда еще был совсем мелкий. Это, наверное, было еще до моего переезда на другую квартиру. Это, то есть, было... Получается, это было до шестого класса. Интересно. Или... Да, 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 до шестого, совершенно верно, да. 8, 9, 10. Или нет. Нет, до шестого я все-таки слишком загнул. 8, 9, 10, 11. Скорее всего, до восьмого, в седьмом, может быть. Ну, и раньше. И раньше, конечно, тоже. Намного раньше. Годами раньше. Я знакомился с этими играми и почти вообще в них не играл, потому что я застрял буквально сразу, потому что я был мелкий. И вообще, когда я был мелкий, я особо играть-то не умел. Эта темная дрянь не вернется сюда? Мы в безопасности. Земля исцелена. Тень Ахримана здесь бессильна. Итак, принцесса. Может, хватит звать меня так? А что не так? Разве ты не принцесса? Меня зовут Элика. Ладно, извини, принцесса Элика. Я не запомнила твое имя. Я тебе его и не говорил. Мега-сволочь. Мне, кстати, нравится свое имя Элика. Элик, Элика. Действительно нравится. Говорить просто его приятно. Реально приятно говорить. Вообще вся игра приятная. Я не могу. Когда мне плохо, я просто... Вот сейчас мне плохо, потому что Вероника уехала. Да и вообще работа дерьмо. И я запускаю эту игру, я сразу как-то себя легче чувствую. Мгновенно, серьезно говорю. А как далеко ты уходила отсюда? Вон до туда. До конца каньона? А куда бы ты отправилась, если бы могла? К океану. На что он похож? Ну, в пустыне ты чувствуешь одиночество. Здесь ты выживаешь, а на море живешь. Осторожней, принцесса. Раз увидев его, ты можешь и не вернуться. А каково быть принцессой? Утомительно. Зачем ты носишь этот шарф? На удачу. Я думала, ты не веришь в удачу. Я нет. Но вдруг она верит в меня? Не отчаивайся, принцесса. Мы справимся. Золотые статуи, золотые монеты, золотое золото. А мне, кстати, нравился этот прикол. Он еще называл Golden Gold. Да, я же сначала в нее на английском играл. Но ее было несложно понимать, к счастью. Ну, теперь мы вместе, верно? Я не просила тебя идти со мной, понятно? Кто-то еще собирается нас убить? Я же сказала тебе, уходи. Да иди ты нафиг. Уходи, уходи. Я просто прикалываюсь. Или он просто прикалывается. Кто-то из нас просто прикалывается. Коем идти, кстати? А, спасибо. О, господи. Вот это самая параша, когда приходится из этого клевого мира выходить в эту сиреневую чушь. Она мне тоже нравится, но... Но все-таки... Да. Может быть, начать в следующий раз с этой сиреневой чуши, кстати? Давай, спрыгивай, Элика. Да, пожалуй, мы так и сделаем. Хм. А ну, стоять! Ну-ка, я смогу ее увидеть? О! Вау, клево. Эй, кот убежала. Че он все время убегает? Ээээ. О. Я притворяюсь, что играю за Элику. Бе-бе-бе-бе-бе. Эээ. В общем, bye. НЯУ! Продолжение следует...